Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Сегодня в США день выборов, то есть президентская предвыборная гонка подходит к своему логическому совершению и мы понимаем то, что фактически исход может стать судьбоносным для доллара, для американского фондового рынка, ну и разумеется, соответственно, для прочих площадок, потому что именно американская фонда сейчас, уверен, будет задавать тот тренд, который по принципу цепной реакции распространится на прочие фондовые рынки. Что касается национального валютного актива, то здесь ситуация такая же. Именно реакция американцев будет основным драйвером рейнчным для всего рынка Форекс, и мы должны быть к этому готовы. Пока в США еще все спят, но мы прекрасно понимаем то, что пройдет несколько часов, собственно, американцы проснутся, двинут своим избирательным участком и будут голосовать, собственно, за своего президента. Две кандидатуры, Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Серьезное противостояние, и нет сейчас возможности говорить о том, что вот перевес одного кандидата настолько велик, что второму, в принципе, у второго нет шансов, чтобы также занять овальный кабинет. Нет, 45% избирателей за Хиллари Клинтон, 41% за Дональда Трампа. Есть те, кто еще воздержался, но, соответственно, они могут серьезно подпортить картину как первому, так и второму, либо, напротив, улучшить. В общем, эта тема является главенствующей, серьезной, самой серьезной, которую в плане инфоповодов сейчас только можно найти на финансовых рынках. Мы ждали, собственно, логического завершения этого события, и я думаю, что спустя какое-то время, совсем незначительным, мы сможем уже подвести итоги. Я думаю, что завтра в ходе брифинга мы уже поговорим по факту, подведем итоги наиболее интересных движений и попытаемся спрогнозировать, что может произойти с рынками дальше. Но сейчас давайте все-таки по порядку. У нас есть наш традиционный актив, с которым мы стартуем каждый брифинг – это нефть. В частности, закрытие прошлой торговой сессии 46.30, сейчас актив торгуется на отметке 46.23, то есть ниже того уровня, где был зафиксирован результат дня в рамках, соответственно, вчерашней торговой сессии. В целом, если посмотреть на дневные свечки, вчера мы увидели слом, опять же, негативного тренда, хотя, наверное, слом – это неправильное слово. Этот негативный тренд и нисходящая динамика пока прерваны. Но я думаю, что вполне логично было рассчитывать на то, что ралли вряд ли будет продолжено с прежними темпами и ниже 45 долларов за баррель. Логично было предположить, что лучше сейчас иметь дело с проторговкой и позволить все-таки также и быкам несколько перераспределить свои усилия, чтобы дальнейшая борьба была более-менее с присутствующим перевесом тех или иных, ну и, соответственно, тех факторов поддержки, которые, в принципе, позволяют еще трейдерам, как медведям, так и быкам оправдывать свои торговые позиции. Мы, безусловно, с вами медведи. То, что мы увидели консолидацию рядом с значением 45 долларов за баррель, но чуть выше, это тоже было вполне ожидаемо. Мы сразу понимали то, что вот так на скоком ниже 45 мы вряд ли откажемся. Нужно, чтобы рынок взял паузу, передохнул, чтобы, может быть, на площадках появились дополнительные сигналы медвежьи, чтобы мы смогли снова римуса в бой, соответственно, уже окончательно расставить все точки нады и точно показать быкам, что ловить им сейчас на рынке неопересурсов нечего. В качестве основных факторов, я думаю, что техника, безусловно, тот факт, что мы так сильно просели, сразу же определила бренд и WTI в разряд перепробных инструментов, что позволило локально сыграть и на восстановление. Помимо технических факторов была еще и фундаментальная подоплека. Здесь сразу несколько сигналов. Это землетрясение в Кушинге, хотя, честно говоря, если анализировать новостной фон, какие-либо подтверждения того, что это стихийное бедствие нарушило местную инфраструктуру нефтяную, может сказаться на поставках, пока что нет. Поэтому мы просто имеем в виду, что такое было. И, ну, логично, то, что обычно события такого формата не приводят к опасениям перебоев поставок и, соответственно, поддерживают тренировки на черное золото. Более серьезным фундаментом выступает, конечно же, президентская гонка и ожидание того, что именно Хиллари Клинтон одержит победу. Хиллари Клинтон известна с тем, что является рьяным гринписовцем и выступает за развитие альтернативных источников энергетики. В частности, в ходе своей предвыборной кампании она неоднократно делала акцент на то, что ее президентство будет связано с более жестким регулированием нефтяного бизнеса. Трейдеры стали развивать эту тему и решили, что если она окажется у власти, займет, собственно, овальный кабинет, это может привести к снижению объемов фасланцевого производства. И, логически рассуждая дальше, снижение производства может в конечном счете привести к недостатку предложения, что в целом обычно является фактором поддержки для черного золота. Вот сейчас как раз, может быть, такие присутствующие ожидания и толкают бренды. Ну, точнее, не сейчас, а в рамках вчерашней торговой сессии. Выступили причиной какросочного роста. Плюс ко всему, Хилари Клинтон – это политика с более-менее предсказуемым экономическим и политическим курсом. Это не протекционист, как Трамп, это человек, который также лобирует идею всеобщей глобализации. И, соответственно, ее победа снимет неопределенность и снизит привлекательность защитных инструментов, что позволит расти рисковым активам, к которым традиционно относится и нефть. Что касается других новостных поводов, то больше факторов поддержки для нефти нет. Да и эти, на самом деле, притянуты за уши. Мы понимаем то, что, ну, исход президентской гонки практически очевиден. Если дело дойдет до каких-либо законодательных изменений, произойдет это еще не скоро, не факт. То, что незначительное ограничение добычи или, лучше сказать, отсутствие прежних, скажем, стимулов и прежних показателей былого роста приведет к дефициту приложений настолько, что трейдеры будут переживать за те ресурсные мощности и, соответственно, тот потенциал, который на рынке присутствует. А вот что касается негативных моментов, их по-прежнему очень много. У нас и ожидание встречи нефтедобывающих стран ОПЕК 30 ноября в Вене, точнее, то, что встреча пройдет, но она будет безрезультатной. У нас еще ожидание сильного доллара, который будет оказывать давление на котировки нефти. У нас еще еженедельная статистика по запасам нефти, в частности, сегодня, точнее, даже не сегодня, а уже, получается, на торговой сессии среды 0.30 по московскому времени нас ожидают запасы нефти по версии американского института. И, руководствуясь, опять же, практикой прошлой недели, мы можем сказать, что подтверждение и повторение результата, ну, хотя бы, пусть и не в таком формате, не в таком существенном приросте, но хотя бы то, что если мы увидим статистику со знаком плюс, это может оказать дополнительного и, может быть, даже более серьезное давление на котировки нефти, потому что тут же трейдеры будут говорить о том, что и, скорее всего, официальная статистика тоже будет со знаком плюс. Ну и еще у нас сегодня на азиатской торговой сессии отречился снова Китай, статистика по торговому балансу. Я думаю, что у вас уже была возможность посмотреть на фактические цифры, показатели экспорт снизился в очередной раз на минус 7,3%. Импорт также просел на 1,4%. И еще один блок слабых макроэкономических данных, указывающий на то, что Китай планомерно по показателям ВВП движется в район 6,5%, что в целом будет выступать фактором рыночных беспокойств, поскольку Китай у нас традиционный барометр спроса на товарное сырье. И если, несмотря на те стимулы, которые сейчас задействуются Народным банком Китая, экономическую конъюнтуру улучшить не удается, мы вынуждены говорить, опять же, о продолжении периода жесткой посадки экономики Поднебесной, что будет выступать фактором слабости всей мировой экономики. В общем, факторов для негатива тех идей, которыми можно сейчас оправдывать возобновление и снижение, и уход бренда ниже 45 долларов за баррель, опять же, очень много. Да, рынок может какое-то время побыть рядом с текущими значениями, может даже претендовать еще на закрепление выше 47 долларов за баррель, но я думаю, что уже картина более-менее ясна, и эта картина указывает на то, что бренд вынужденно возвращается к тем значениям, на которых должен был быть уже очень давно. И все это следствие, опять же, глобальной проблемы, связанной с перепроизводством и недостаточным спросом. Это в рамках всей мировой экономики. Вот как раз все инициативы, которые мы слышим со стороны ОПЕК, это попытка стабилизировать ситуацию на рынке углеводородов и попытаться снизить объемы того беспецедентного предложения, которые идут со стороны ключевых нефтепроизводителей. Но эту проблему решить никак не удается. Я думаю, что мы имеем сейчас все основания говорить о оправданных и все-таки верных ожиданиях и пронозах, которые были поставлены нами в качестве целевых ориентиров ранее. И мы, опять же, аргументировали такую точку зрения не только тем фундаментом, который на рынке присутствует, но и еще разделяли позицию влиятельных инвестиционных банков. Вот, в частности, Морган Слендли по-прежнему считает то, что бренд до конца этого года уйдет в район 42 долларов за Абарн. Я считаю то, что вполне реальная цель, учитывая то, что мы за неделю умудрились вместе с этим активом потерять больше 10%. Вот такая вот ситуация сейчас вкладывается на рынке черного золота. Рубль против американца 63.73. Для того, чтобы мы все-таки увидели тестирование сопротивления 65 против американца, нужно, конечно же, чтобы бренд все-таки продавил поддержку 46 и оказался в непосредственной близости от 45. Но это вопрос даже не в ближайшие дни. Я думаю, что не будет ошибка, если мы скажем то, что бренд может оказаться рядом с этим значением чуть ли не в ближайшие часы. Поэтому мы ждем 65 и понимаем то, что рубль уже вынужденно девальвируется, уже показал то, что легко может отдать, соответственно, своему основному конкуренту несколько фигур по стоимости. И вполне возможно, что 65 это еще не потолок. Потому что если бренд все-таки будет претендовать на тестирование и более низких значений поддержки, тогда мы будем говорить о уходе пары USD-RAMP выше 67. Это также цель мига, конечно же, по профиту, потому что мы покупаем валютную пару с очень низких значений. Но я думаю, что глядя на те тенденции, которые на рынке развиваются, и особенно ту скорость, с которой начинают преобладать те нервничные настроения, мы можем допускать возможность реализации такого сценария, как закрепление пары USD-RAMP выше 66, то есть доллара против рубля. Европейская валюта против доллара США. Котировки 1.10.41. Евро ослаб, и причина слабости, помимо все-таки, наверное, системных рисков, которые присутствуют и периодически дают о себе знать, еще и сильный доллар, который после того, как ФБР отключила заднюю и решила больше не продолжать расследование и разбирательство в адресе Киллари Клинтон, доллар стал спешно восстанавливать ранее утраченные позиции. И мы видели, как это быстро сказалось на динамике рисковых инструментов. И против защитных оппонентов USD-YEN с отметки 103 буквально быстренько добралась до планки 104.5, и, глядя на текущей котировке, можно сказать, что пара находится рядом с этим значением, но поглядывает уже на сопротивление 105. Против евро. Поскольку европейская валюта лишилась ключевого драйвера роста, то есть слабости доллара и полученного спроса на защиту, разумеется, и пришлось отступить. Вчера из дополнительных новостных факторов можно отметить еще производственные заказы Германии. Статистика плохая, минус 0,6% в месячном выражении, против прошлого роста 1,9%. Но это также, опять, для общего развития и для понимания того, что в целом макроэкономическая картина выглядит по-прежнему в очень плохом ключе по еврозоне. Но, конечно же, говорить, что этот отчет стал причиной слабости евро, неправильно. Потому что, как я уже отметил, единственная причина вчерашней потери европейской валюты – это сильный доллар. Хотя Reuters также опубликовала опрос ключевых аналитиков Европейского Центрального Банка, согласно которому 16 из 19 представителей, по сути, Европейского Центрального Банка отметили то, что есть возможность, и ЕЦБ реально рассматривает такой сценарий, как продление, не только продление действий программы количественного смягчения, но и возможность увеличения ассортимента покупаемых активов. Это тоже вилами по воде, еще совершенно не ясно, действительно ли это так, но мы помним, что декабрь обещает стать месяцем интересным не только с точки зрения того, что ФРС по 9% ставки, но и то, что Европейский Центральный Банк может продлить действия программы количественного смягчения за март 2017 года, вот, получается, по конец летнего сезона. Соответственно, как только это решение будет принято, мы понимаем, с чем это связано, это может оказать еще большее давление на евро, и все-таки уже окончательно закрепить пару евро-долларов ниже отметки 1.10. Пока мы видим то, что уровень 1.10 держится, но при благоприятном развитии событий, то есть при победе Хиллари Клинтон, росте американской подготовки к повышению 20-й ставки, этот рубеж падет очень быстро, вполне возможно, что вот в рамках сегодняшней и завтрашней торговых сессий. Фунт против американца, котировки 1.23.96. Сейчас фунт находится под давлением, опять же, так же, как и в ситуации с евро, это связано с ростом доллара и с пониманием того, что трейдеры очень рано поверили в позитив, связанный с тем, что 50-я статья Лиссабонского договора не будет инициирована в столь короткие промежутки времени, как прогнозировалось ранее. То есть вы помните, что Тереза Мэй сделала акцент на то, что до марта она инициирует эту статью, потом мы услышали решение о суда Великобритании о том, что без парламента, собственно, запустить этот механизм выхода из состава ЕС будет невозможно. Очень много разговоров было на эту тему в рамках прошлой недели. И в целом самое интересное, что мы уяснили, так это то, что сам парламент, в принципе, даже не будет помехой для этого голосования. И не факт то, что Англия смогла избежать всех жестких последствий, о которых мы с вами говорили, и которые стали причиной той распродажи по паре фунт-доллар британца против всех основных конкурентов, которые наблюдались на протяжении последних нескольких месяцев. Фунт остается слабым инструментом. Надеюсь, что сегодня, помимо политической темы, еще вмешается и национальный макроэкономический фонд в динамику британца. В частности, сегодня у нас 12.30 статистика по промышленному производству Англии и в 18.00 данные по ЛОВП. В общем, сейчас не хочется прогнозировать на тему того, какой отчет мы с вами увидим. Я думаю, что промышленное производство все-таки будет слабее, чем, опять же, показатели прошлых месяцев. Вы помните, когда мы неделю назад анализировали ситуацию по активности в промышленном секторе, там показатель не дотянул до прогноза, то есть оказался хуже. Может быть, это нашло свое отражение и в динамике основного индекса промышленного производства. Что касается показателей ООВП, то здесь я тоже особо оптимистичных, опять же, тенденций поддерживать не хочу. И питать вот это позитивное настроение на рынке по факту этого отчета тоже не хочется. В общем, жду слабых релизов, жду давления на Афунта, жду все-таки присоединения все большего количества трейдеров к старым рискам, которые актуальны для Англии. Ну и жду, что в ходе президентской гонки, как уже отметил, победу в одежде Хиллари Клинтон, и без каких-либо форс-мажоров, без непредвиденных реакций рынка, мы все-таки увидим рост американца, что будет отыграно слабостью через рисковые инструменты. Доллар японская иена. Пожалуй, этот дуэт валютных активов сегодня и завтра будет наиболее интересным. Я рассчитываю на серьезную волатильность, нетривиальную для, соответственно, этого тандема. Уверен в том, что при соответствующем развитии событий, как я уже отметил, при исходе президентской гонки, связанной с победой Хиллари, пара USD иена может претендовать на уход даже в район 170-108 иен против американцев. Почему бы и нет? Если говорить в целом про те, собственно, ожидания, про те тенденции, которые сейчас присутствуют в рамках американской валюты. Конечно же, решение Федерального бюро расследования, которое было озвучено на этих выходных, о том, что оно не собирается, собственно, возбуждать дело против Хиллари Клинтон. Помню, что оно было связано с вроде бы как разглашением секретных данных через переписку, которая имела отношение к Хиллари Клинтон и датировалась тем периодом, когда она занимала должность госсекретаря ФБР, решила все-таки притормозить с развитием этого дела и, по сути говоря, включила запись. То есть все разбирательства прекращены и в целом эта тема уже не актуальна. Как только на рынке появились эти сообщения, и то есть с открытия торгов в понедельник у трейдеров появилась возможность отыграть этот факт, мы увидели возобновление былого спроса на доллар, рост американца против всего спектра финансовых активов. Пара USD, как я отметил, оказалась очень быстро на отметке 104,5. На текущий момент участники рынка практически не сомневаются в том, что именно Хиллари Клинтон одержит победу на президентской гонке. И, соответственно, победа Хиллари – это сохранение прежнего вектора внутренней и внешнеэкономической политики. Победа Хиллари Клинтон – это, по сути, лобби идеи более скорого повышения процентной ставки. Победа Хиллари Клинтон – это снижение привлекательности защитных активов и, соответственно, повышенный спрос на, в том числе, доллар, поскольку, как я уже отметил, есть положительные ожидания, весьма высокие шансы на то, что ФРС будет более решительным именно при президентстве Хиллари. Соответственно, трейдеры сейчас лишь констатируют тот факт, что дистанция между Трампом и Хиллари снова увеличивается, лояльность к Клинтон снова растет и, скорее всего, именно она одержит победу. Перевес, как я уже отмечал, не настолько существенный, чтобы говорить о безговорчине уже победе, но все-таки шансы на то, что именно она займет овальный кабинет гораздо выше, чем у Дональда Трампа. Соответственно, снижение неопределенности позволит нам очень быстренько вернуться к теме, связанной с повышением процентных ставок в США. Мы помним, в прошлую пятницу вышел целый блок статистики по американскому рынку труда. В целом, данные неплохие, особенно порадовав прирост заработных плат, который оказался на максимальном уровне с 2009 года. Мы помним комментарии представителей ФРС, мы помним то, что Ахмитов Денис Локвард по факту улучшения условий для нормализации денежно-кредитной политики. В частности, сегодня у нас также несколько конференций высокопоставленных очиновников, но главенствующей темой, конечно же, станут итоги президентской гонки. Снова повторяюсь, что я разделяю позицию большинства трейдеров, которые сейчас присутствуют на рынке. Я думаю, что многие из вас также не сомневаются в том, что Трампу победу одержать не удастся. Поэтому мы можем не говорить о форс-мажорах, просто мы можем больше говорить о потенциальной росте доллара, нежели чем о тех рисках, которые могут на рынках появиться. Рост доллара – это как раз то, что нужно нам, поскольку мы очень хотим увидеть пару юздиена выше текущих значений, и мы понимаем то, что улучшение ценовых позиций американца будет отыграно через слабости рисковых активов. Поэтому я продолжаю делать ставку на ослабление евро, на ослабление фунта, австралийца, новозеландца, канадского доллара. И я продолжаю делать ставку на рост пары юздиена выше 106 ровно. Хотя цель максимум – это все-таки тестирование планки даже 170-108. Почему бы и нет? Хочу также отметить еще комментарии Национального банка Швейцарии, которые, на мой взгляд, сейчас очень важны. Особенно для тех трейдеров, которые, опять же, торгуют и евро с весей, и долларом против франков. В частности, Национальный банк Швейцарии вчера отметил то, что решительность в ближайшее время будет гораздо более серьезной, чем даже по факту решения о Brexit. И Национальный банк Швейцарии при форс-мажорном исходе президентской гонки, вследствие чего может вырасти спрос снова на защиту, в целях ослабления курса национальной валюты готов будет проводить безоговорочные и быстрые валютные интервенции, как он умеет. Национальный банк Швейцарии также отметил, может быть, для того, чтобы еще раз сделать акцент на серьезность своих мягких экономических намерений, то, что за одними лишь интервенциями дело может и не стать. То есть Национальный банк Швейцарии под руководством Жордана может даже снова снизить процентные ставки. Мы должны иметь это в виду и понимать то, что такая риторика, она явно сдерживает дальнейшее укрепление швейцарской валюты и может позволять нам снова делать ставку на рост пары USD с висей и евро с висей. Вот сейчас актуальные литерировки по евро с висей, как раз 1.07.57. Это еще более привлекательный уровень для занятия длинной сделки, нежели то значение, которое мы наблюдали с вами вчера. Если вы не купили эту пару в рамках прошлой торговой сессии, сегодня у вас есть возможность сделать это по более комфортным и привлекательным уровням. Если хотите еще подождать, ну в частности, если пара USD 10 евро с висей, все-таки умудрится оказаться ниже отметки 1.07.50, это будет, соответственно, еще более лучшее ценовое значение с большим потенциалом по Апрофиту. Важный отчет на сегодня. 12.30 промышленное производство Англии, 18.00 БВП Англии. Эти релизы мы, конечно же, с вами отторгуем, проанализируем, тем более, что политическая тема еще не будет близка к завершению. Это ближе уже к концу сегодняшней торговой сессии. Но основные итоги можно будет подвести уже только завтра, что мы непременно сделаем. Кодовое слово на сегодня. Выборы. Величина бонуса на пополнение 11% действует до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Остается пожелать вам только прибыльной торговой сессии, попутного тренда. Ставим и ждем более сильный доллар. Ну и, пожалуйста, обязательно контролируйте риски, потому что волатильность сегодня будет на очень высоком уровне. Если у вас есть вопросы, вы знаете, их можно задавать на нашем форуме, амаркетс, либо использовать для этого канал на YouTube, прямо под свежим видеовыпуском. Оставляйте ваши комментарии, лайки и вопросы именно там. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.